всем привет в этом видео поговорим на очень важные темы обсудим психологическую тему что делать когда у тебя ничего не получается поговорим на тему инвестиций инвестиций в акции инвестиций в криптовалюту и затронем еще одну очень важную тему важны ли оценки в школе на что влияет ваша учеба и как она влияет на ваш успех так что обязательно досмотрите это видео до конца погнали все эти темы я обсуждаю не просто так вы мне задаете вопросы и я на них отвечаю погнали первый вопрос пожалуйста когда будете делать новый ролик запишите ролик на психологическую тему что делать когда ничего не получается когда чувствуешь себя полным неудачником и жить не хочется как пережить этот период и что делать заранее благодарю и так скажу вам следующее то что я сам находился в такой ситуации и вот все то что я вам рассказываю я рассказываю со своего личного опыта все что вам поможет в такой период это просто осознание происходящего когда мне было тяжело когда жил на съемной квартире когда у меня не ладились отношения с девушкой когда я не достигал того чего хотел я очень переживал я блин рыдал я ни с кем не общался я не общался с родителями с друзьями я просто жил один как бы в своем мире и ко мне просто пришло осознание осознание того что все на самом деле хорошо просто вы должны это осознать если вы жалуетесь на жизнь просто осознайте да какого хрена вы жалуетесь я сел один прекрасный момент и понял да все же нормально да у меня нету девушки да у меня нету денег да не общаюсь с родителями но я живу один мне никто не мешает у меня есть время на саморазвитие у меня есть крыши над головой у меня есть что покушать да все шикарно у многих людей даже такого нет вот просто представляете тех кому хуже у кого я не знаю какая-то болезнь кому осталось жить там не знаю несколько недель кто где-то не знаю в тюрьме сидит да я не знаю представляете что хотите просто осознавайте как вам жизни повезло и благодарите за эту жизнь я просто сел в один прекрасный момент в тот момент когда я чувствовал себя неудачником и я просто начал выписывать все то что у меня есть я начал писать у меня есть ноутбук шикарно у меня есть ноутбук и интернет я могу делать все что захочу но разве плохая жизнь я могу посмотреть фильм я могу послушать музыку я могу найти какую-то полезную для себя информацию записал у меня есть телефон на то время у меня был айфон 5s классно у меня есть айфон у меня есть наушники у многих людей нету айфона многие люди тогда мечтали об айфоне все шикарно у меня есть квартира до которую я снимаю но ничего страшного я живу там один я могу уже себя обеспечить и я живу в столице у меня есть здоровые родители дали с ними не общаюсь но у них все хорошо и я начал много много вещей выписывать и потом в один прекрасный момент я осознаю да все шикарно почему я ною занимайся тем чем занимаешься иди до конца и все у тебя получится я просто взял тогда вышел на улицу я взял с собой 50 гривен зашел в супермаркет думаю что купить купил себе бутылочку пива прошелся знаете по городу посмотрел то блин я живу в центре киева многие ребята которые закончили со мной в универ переехали жить к родителям я не сдался я остался в столице это уже хорошо я начал осознавать блин да как же круто я живу я купил себе эту бутылочку пива а вышел там на такой холм у меня был на районе там оттуда открывался крутой вид и видно стадион олимпийский там ночной киев закат блин шикарно я себе наслаждаюсь вечерним киевом попиваю пиво хугарден я тогда себе взял оно дорогое у меня был тогда жесткий бюджет на еду и я не мог себе позволить покупать такое дорогое пиво потому что вот я на эти деньги мог купить еду я откладывал деньги у меня было там 5000 отложено я накапливал деньги чтобы поехать в америку короче к чему я веду я сидел наслаждался все было шикарно я осознавал все больше и больше вещей за что я благодарен и вот тогда ко мне пришло осознание счастья все я осознал я счастлив не партий все у тебя получится если вы научитесь быть счастливым в данный момент со всем тем что вы имеете несмотря на то что вы имеете не знаю как хотите так и говорите вот тогда вы будете счастливы вы не будете счастливы если вы будете думать вот я заработаю миллион и вот только тогда я начну жить а сейчас я несчастлив нет вы и тогда тоже будете несчастлив и вот только когда вы это все осознаете вам сразу становится легче вы сразу начинаете добиваться успеха вы как бы уже понимаете что все хорошо что все у вас в жизни хорошо и вот когда приходят деньги когда приходит успех становится просто еще лучше это как дополнение это как приятный бонус но вы должны быть счастливым в этот момент так что берите список и выписывайте не нойте все у вас хорошо также в те моменты я смотрел мотивационные видео читал книги я старался заменить все те негативные мысли какими-то хорошими какими-то позитивными мыслями заменить всем тем от чего у меня поднималось настроение и вот когда я перечислил все то что у меня есть все то за что я благодарен когда я посмотрел мотивационный ролик когда я прочел книгу не остановилась на душе проще но я еще и молился в то время тоже начал благодарить начал молиться и просто вот так вот сажусь и осознаю при все шикарно у меня классная жизнь спасибо за эту жизнь и вот тогда я начал уже этим пользоваться и чтобы это состояние поддерживать нужно быть в нем постоянно нужно каждый день вот эти вот читать себе утренние праймы визуализировать это делать нужно каждый день и вот я с этого состояния уже не выхожу ребята два года я два года нахожусь в этом состоянии у меня за два года не было ни одного неудачного дня вернее они были но я извлекал из них пользу я не ныл я не переживал я то есть переживал но я не был огорчен я знал вот вот она сейчас я это должен решить вот это новое испытание любые сложности это новые испытания если я его пройду я получу награду и я вот так вот отношусь каждому дню вот такое у вас должно быть отношение по жизни я надеюсь я ответил на этот вопрос так что приступайте действовать прямо сейчас переходим к следующему вопросу мне очень интересно как ты учился в школе ты был отличником если так то оценки играть важную роль в дальнейшей жизни итак я отличником не был я был хорошистом и можно сказать я был распиздяя я мог ничего не учить но потом пришел перед уроком что-то повторил и все было хорошо я вернее делал видимость того что я учусь перед родителями потому что я очень уставал я не высыпался меня родители отдавали на всякие кружки на теннис художественную школу я вот везде ходил и когда я приходил после вот этих всех кружков приходил домой мне нужно было делать уроки у меня проверяли уроки первое время проверяли потом уже не проверяли и тогда когда не проверяли его так вот просто брал книгу и вот так вот спал мама там открывала дверь а я вот так вот с книгой я себе выработал такое чувство только заходит мама и об сразу же включался в процесс если она меня там чем-то подозревала я себе думаю я лучше вот отдохну перед уроками повторю и на перемене и все нормально сдам вот так вот я учился например там учительница кого-то вызвала рассказывать какую-то главу он рассказывает а я ничего не считал я пока тот человек рассказывает быстро прошелся суть уловил выхожу к доске и получаю отличную оценку а вот так вот я учился короче я был хорошистом влияют ли оценки оценки ни на что не влияет ребята ни на что вы можете быть двоечником но потом вы можете стать миллионером почему все отличники можно сказать ничего не добиваются они просто хорошо учатся и потом идут на обычную работу и все а все двоечники становятся какими-то предпринимателями потому что они уже тогда что-то мутили им уже тогда это было неинтересно и когда они выходили во взрослую жизнь они ловили от этого кайф они мутили свой бизнес а обычные ребята которые хорошо учились ничего не добились смотрите какие знания дает нам школа общие вот если вы отличник вы хорошо знаете общее знание вы знаете там географию например столица ямайки там кингстон вы знаете математику там 5 на 5 25 но как эти знания помогут вам жизни никак да может быть математика развивать мышление если вы читаете романы у вас повышается словарный запас но это вам не помогает в жизни вы не знаете как управлять деньгами школе вас не научат как правильно инвестировать как правильно распоряжаться деньгами вообще правительству это не выгодно правительству нужны послушные рабы чтобы ходили на работу чтобы платили налоги вот такие вот кадры как я школе не нужны чтобы я что-то там делал свое чтобы я как-то сам зарабатывал чтобы я брал на себя ответственность чтобы я думал такое не нужно ни одному государству поэтому когда люди заканчивают школу они выходят и не знают что делать у них проблемы с деньгами у них расходы превышают доходы они берут кредиты они вообще не знают как зарабатывать деньги как откладывать деньги как инвестировать потому что просто у вас есть поверхностные знания и вы отличник по поверхностным знаниям так что вам нужно учиться и развиваться вообще если у вас есть лучшие знания они ничего вам не дадут если у вас не будет мечты если у вас не будет постоянство усилий если у вас не будет фокуса если у вас этого не будет не знаю хоть вы будете владеть самыми лучшими знаниями в мире вы ничего не добьетесь в примере я вам хочу привести цитаты которые я нашел в книге дональда трампа ключ к успеху не лучшие знания а постоянство усилий что это значит это значит то что успеха добивается не умные и хитрые а те кто идут до конца те кто никогда не сдаются если вы будете заниматься любимым делом каждые два дня на протяжении пяти лет и никогда не сдадитесь вы во первых никогда не проиграете и вы добьетесь огромных результатов смотрите на меня я как 6 лет назад начал заниматься своим любимым делом начал с ютуба так и сейчас я на ютубе так и сейчас я занимаюсь любимым делом и речь не идет например о торговле у вас может быть свое любимое дело и если вы будете всегда ним заниматься всегда и ни при каких обстоятельствах не отступите во первых у вас по жизни будут появляться знания появляться опыт и вы сможете без проблем вернее не без проблем очень тяжелым путем но вы добьетесь успеха но зато это будет очень очень интересный путь и закончу я ответ на этот вопрос двумя очень крутыми цитатами успех это движение от неудачи к неудаче не теряя при этом веры чтобы дойти до цели нужно только одно идти все и переходим к третьему вопросу тарас расскажи пожалуйста про свои первые инвестиции что ты покупал я хочу приобрести пакет ценных бумаг но не знаю как расскажи пожалуйста и здесь я еще хочу затронуть тему инвестиций в акции потому что мне люди задают вопросы стоит ли инвестировать в акции apple в акции тесла и акции spacex и также мне задают люди вопросы стоит ли инвестировать в криптовалюту и так погнали с чего я начинал мои первые инвестиции первые можно сказать я не знаю или даже можно назвать это инвестициями это криптовалюта вот я начал инвестировать в крипту когда начинался этот хайп я инвестировал и очень много тогда на этом заработал сейчас стоит ли инвестировать в криптовалюту самый распространенный вопрос я считаю что стоит инвестировать на 3 4 может быть 5 лет потому что вот в это время у нее такой вот переходной периода она будет в состоянии состоянии флета в коридора например давайте возьмем bitcoin он может опускаться до трех тысяч подниматься до 6 потом до 5 опускаться потом еще до 4 потом опять до 5 то есть он я считаю это только мое мнение во первых я ничего не прогнозирую потому что никто не может ничего предсказать вот я считаю что еще довольно таки долгий период будет состояние вот этой вот консолидации она еще будет идти в боковике вся крипта и если вы хотите инвестировать на год вы можете потерять реально там 50 процентов от своих инвестиций а если и заработаете то максимуму процентов 10-20 потому что она уже не будет вот так вот расти как росла раньше на своем пике на своем хайпе так что если инвестировать на 5 лет вот тогда может и будут какие-то результаты вы будете там получать 100 может быть 150 процентов от своих инвестиций так что только на долгосрок так какие у меня есть еще инвестиции это недвижимость в принципе это все мы как бы сейчас там начинаем бизнес я ничего не говорю пока что-то не будет давать результат пока я что-то не сделаю я купил много квартир обеспечил своих родителей и родители слава богу уже наконец-то сдают эти квартиры в аренду и получают пассивный доход во влоге в котором я летал на вертолете к маме этот влог сейчас попал в топ там уже сто тысяч просмотров в этом блоге каждый второй комментарий ты миллионер а маме не можешь сделать ремонт я написал я закрепил комментарий что я купил квартиры вы что издеваетесь я квартиры купил это лучше ремонта и не все родители хотят ремонт вы же знаете своих родителей они очень тяжелые на подъем особенно родители которые в маленьких городах во первых я подключил зарплату родителям фишку которую я посмотрел на семинаре у трансформатора зарплата маме каждый месяц вы переводите своей маме деньги на карту я поставил на автомат на пять лет уже поставил и эти деньги просто капают также и батя сделал и плюс у них еще доход пассивный доход с недвижимости всем этим я создаю свой капитал квартиры в любое время я могу продать и плюс они приносят пассивный доход сейчас в принципе я уже могу жить и не работать ну как не работать могу вообще ничего не делать я не занимаюсь работой занимаюсь любовью я могу не торговать могу где-то жить на острове хотел сказать но на острове я жить не могу потому что недостаточно еще того пассивного дохода чтобы жить на острове я могу жить хорошо жить вот в киеве могу там кушать в ресторанах на эти деньги ну и просто жить и такой вопрос а смысл жизни тогда какой смысл в этом все смотрите у вас все есть вы обеспечены но у вас нету денег как бы на путешествие и у вас нет денег на очень например роскошную жизнь вы можете каждый день проснулись пошли в ресторан пришли с ресторана домой все то есть вам не нужно ходить на работу вы сможете оплачивать жилье ну это все как бы интересно вам такая жизнь конечно же нет я хочу нести пользу я хочу что-то создавать мне вот это вот нравится я люблю снимать видео мне это нравится я себя не представляю что бы я делал где-то на острове вот заперли меня туда там у меня гамак пальма бесплатный я не знаю бар бесплатная еда например развлечения там все скутеры я не знаю там да все водные там развлекаловый ну и что и что короче так жить нельзя потому что ребята к чему все сводится немного отклонюсь от темы к счастью все это для счастья все заработки чтобы быть счастливым осознайте что вы счастливы уже сейчас а вот деньги путешествия будут только дополнять ваше счастье потому что иначе какой смысл во всем этом какой смысл в деньгах если их не тратить какой смысл добиваться чего-то если вы не будете счастливы смысл счастье только в одном если вы счастливы когда вы помогаете людям если вы счастливы когда вы приносите пользу занимайтесь этим если вы счастливы когда вы рисуете занимаетесь этим все дело чтобы быть счастливым и нести пользу другим людям и так вернусь к инвестициям в В принципе, это все мои инвестиции и сейчас я хочу проинвестировать в акции. Я тоже хочу собрать определенный пакет акций, но можно сказать даже не для инвестиций, а просто чтобы не держать яйца в одной корзине. Просто я хочу взять 50 тысяч долларов и проинвестировать их в акции. Какие акции? Я считаю, что нужно инвестировать только в будущее. Как раз таки можно проинвестировать в Теслу, потому что я считаю, что этот рынок будет только расти. Также я считаю, что можно инвестировать в SpaceX, в освоение космоса, потому что я считаю, что через 10 лет уже все будут летать на Марс, даже через 5 лет. Туда будут дорогие очень билеты, даже на экскурсию. Просто смотрите, какими темпами сейчас развивается этот мир. И тогда будут огромные деньги, понятное дело, на билеты и акции будут очень дорого стоить. Так что только в будущее. Не нужно, я считаю, инвестировать, например, в акции Макдональдса. Ну, это уже все старье, это уже как бы отходит, да. Может быть, они стабильные. Я, кстати, не знаю, как там ведут себя сейчас акции Макдональдса, акции Кока-Колы, но нужно инвестировать в будущее. Здесь, в акциях, например, Макдональдса, Кока-Колы, вы сможете только сохранить деньги, например, от инфляции. Например, у вас есть 100 тысяч долларов, и вы хранили их 10 лет. Через 10 лет с этих денег останется где-то, ну, тысяч 20-30. Понимаете, да, о чем я? У вас и так же будет этих 100 тысяч, но цены будут выше в три раза, и вы потеряете одну третью часть от этих денег. Так что если вы будете инвестировать в акции компании Макдональдс, вам, возможно, скорее всего, просто удастся сохранить свои деньги, но не значительно их приумножить. Потому что мы же хотим на этом очень хорошо подняться, можно сказать, если бы мы, да, в свое время купили акции Apple, там, 10 лет назад, да, мы бы все были миллионерами. Так что нужно инвестировать только в будущее. Я считаю, что за криптой будущее, за технологией блокчейн и за технологиями, которые направлены на освоение космоса. Еще раз вам повторюсь, что это сугубо мое личное мнение. Как покупать акции? Лучше всего обратиться к юристам, они найдут вам человека, который этим занимается, и он сможет вам все это оформить. Вы, конечно же, сами в этом можете разобраться, но это непросто. Я даже не хочу там разбираться, потому что там очень много всяких проблем. Регистрировать этот счет, нужны документы, нужно заплатить с этих денег налог, нужно создать отдельный счет в своем банке, нужно что-то там пройти, какую-то регистрацию. Короче, там много всякой херни, так что лучше это все дело доверить профессионалу, лучше заплатить ему деньги, сказать, какие акции хотите вы купить. Он создаст вам портфель, все оформит. Понятное дело, вам тоже нужно будет в этом всем участвовать. И только вот так вот вы сможете проинвестировать в акции. Итак, давайте подведем итоги по инвестированию в криптовалюту. На ближайшие 5 лет можно инвестировать в акции Apple. Кстати, я про них ничего не сказал. Также можете инвестировать на ближайшие 5 лет. А вот в акции Tesla на ближайшие 10 лет можно инвестировать и в акции SpaceX тоже можно инвестировать на ближайшие 10 лет. Кто не знает про SpaceX, пожалуйста, погуглите. Итак, довольно-таки длинное получилось видео, но я думаю, вам было его интересно смотреть. Мне очень приятно. Знаете, что меня сейчас очень-очень радует? То, что мои видео люди смотрят с карандашом и тетрадью. Это очень приятно, потому что раньше мои видео смотрели только с пивком. Мне писали комментарии, ребята, когда я еще был рэпером-трейдером, что тебя просто приятно посмотреть, можно посмеяться. Я прихожу с работы, беру пивко и включаю твои видосы. Сейчас уже наоборот. И мне приятно то, что я собираю такую аудиторию, думающую, толковую аудиторию. И приятно, что я тоже развиваюсь, я не стою на месте. И с каждым разом я генерирую, можно сказать, все больше и больше пользы. Огромное спасибо вам за поддержку, за просмотр. Обязательно подпишитесь на мой канал. Вот сейчас зайдите и подпишитесь, потому что это огромная для меня мотивация выпускать для вас новые видео. Также, ребята, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, там я выкладываю интересные посты, там я отвечаю на ваши комментарии. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачи, всем больших денег, вы самые лучшие, я вас люблю, пока!